О поисках новых эффективных подходов к управлению системой охраны труда шла речь на межрегиональном семинаре-совещании, прошедшем в Саратове. В числе участников представители Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, ученые, руководители органов исполнительной власти, лидеры профсоюзов. Об итогах совещания наш специальный корреспондент Светлана Бородич. Требования к работникам постоянно повышаются. Условия труда, по данным Федерального Минздравсоцразвития, ухудшаются. Как заработать на хлеб, не став калекой. Как накормить семью, не рискуя жизнью. Вопросы далеко не надуманные. Здесь, на выставке предприятий, где с охраной труда все более чем в порядке, гостям рассказывали о примерах положительных, но статистика неумолима. По итогам года прошлого 3244 человека в России погибли на рабочем месте. По числу погибших на производстве Российской Федерации до сих пор опережает все развитые страны. Видимо, на самом деле нужны новые подходы. Именно им, новациям в сфере охраны труда, посвящены подобные семинары. Этот проводили у нас и потому, что в Саратовской области сумели создать систему управления охраной труда, и потому, что случаев со смертельным исходом в 2011-м было вдвое меньше, чем раньше. Саратовский регион, мы полагаем, и тот анализ по статистике показывает, что она одна из наиболее благополучных областей, потому что здесь системно проводится работа в плане безопасности труда работников. Для участия в разговоре о новых методах охраны труда в Саратове собрались почти полторы сотни специалистов, в том числе и 17 регионов России. Кроме этого заседания прошли встречи по секциям, были организованы посещения предприятий, сумевших накопить позитивный опыт. Говорят, в истории этого накопления главный плюс налаженной работы трехсторонней комиссии. Миссия между правительством, профсоюзами и работодателями. Вот в этой связке нам и удается, на наш взгляд, решать позитивно часть вопросов. Если в течение года погибает хотя бы один человек на производстве, это безусловная трагедия. И наша задача, задача власти совместно с работодателями, профсоюзами не допускать подобные случаи. Как о главной инновации, говорили здесь об огромных штрафах. Нарушения правил охраны труда будут стоить теперь баснословно дорого. Цифры и правда прозвучали несопоставимые. Купить для работника каску за 300 рублей будет гораздо выгоднее, чем заплатить штраф в 300 тысяч за ее отсутствие. Предполагается, что точные финансовые параметры санкции утвердят депутаты уже новой Госдумы после выборов. Из Дома правительства области Светлана Бородич, Вадим Лысов, Ярослав Кютко, Вести, Саратов.